Телеканал КРТ представляет Впрочем, абсолютное большинство экспертов, ориентировавшихся на турецкие сводки побед в провинции Длиб в целом и в сражении за город Саракиб в частности, оказались в затруднительном положении, комментируя достигнутые соглашения. Лучшим примером является пост самого писучего блогера крупнейшего отечественного сайта-обозревателя, бесстрашно скрывающегося от читателей под ником «Антиколорад». Прямо под бодрым заголовком «Эрдоган загнал Путина в медвежий капкан» «Антиколорад» в некоторой растерянности пишет. «Честно говоря, результаты переговоров, которые завершились в Москве между Эрдоганом и Путиным, слегка озадачили. Как бы там ни было, Эрдоган поехал в Москву со всеми козырями на руках, а получилось, что уехал оттуда полностью и в хлам проигравшим». В течение всего своего многобуквенного поста автор мечется между унынием и надеждой, предполагая, что если и Эрдоган играет какую-то длинную партию, но вот не верится в то, что он просто взял эскиз после тех успехов, которые продемонстрировали его военные. То, на что он согласился, было явно отдано за что-то более ценное, что именно, пока непонятно». Конец цитаты. И, разумеется, светлая надежда в конце концов побеждает мрачные факты. Цитата. «В любом случае, линейно оценивать то, что произошло в Москве, нельзя. Просто не верится, что Эрдоган все это сделал без подвоха для Путина. А, впрочем, посмотрим. Думаю, что кто-то должен загнать этого суслика в медвежий капкан. И, возможно, мы наблюдаем именно это действие. Просто не все пока понимаем». Конец цитаты. Кстати, нет ничего глупее ставить медвежий капкан на суслика. Капкан просто не сработает. В целом же можно признать, что, несмотря на то, что мы в предыдущей международной панораме дали объективную картину боев провинции Длиб, где турецкая армия и протурецкие отряды, как светской, так и исламистской оппозиции, столкнулись с коалицией из сирийской армии, отрядов ливанской хизбаллы, иранского корпуса стражей Исламской Республики, группировок российских частных военных компаний, поддержанных российской авиацией. Итоги переговоров оставляют вопросы. Именно с точки зрения турецких уступок. Впрочем, уже сам антураж встречи был для Таипа Эрдогана близок к унизительному. Протокольная публичная часть встречи прошла в зале со скульптурой Екатерины II, убедительно победившей Османскую империю в двух кровопролитных русско-турецких войнах. А президенты двух стран общались под часами со скульптурной композицией «Переход казаков через Шибкинский перевал во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов». Что же касается достаточно короткого текста договоренностей, то они сводятся к тому, что сирийская армия остается на занятых позициях, а не на тех, на которых она находилась до начала наступления Ведлибе. Именно это продвижение формально противоречащее сочинским договоренностям, против которого ранее решительно выступала Анкара и стало причиной последней горячей фазы конфликта. В результате Дамаск сохраняет все территориальные приобретения последних недель, включая ключевой город Саракиб, развилку стратегических шоссе М4, Алеппо-Латакия и М5, Алеппо-Дамаск. При этом М4 будет патрулироваться совместно турецкими войсками и российской военной полицией, а трасса М5 остается под контролем сирийской армии. Возможно, самым неприятным для Эрдогана моментом стало вновь подтвержденное обязательство Анкары бороться против своего наиболее мощного де-факто союзника группировки Хаят-Тахри-Рашам. С другой стороны, значительная и более населенная часть провинции Ведлиб остается под контролем Турции и протурецких сил. Наблюдательные посты Турции остались и на территории ныне контролируемой сирийской армии, но они там скорее заложники, нежели сдерживающие факты. С военной точки зрения они не имеют никакого значения. Из оценок западных СМИ интересно отметить редакционную статью Financial Times от 4 марта, накануне переговоров под названием «Разворот Эрдогана в сторону России ослабил Турцию». Статья начинается с утверждения, цитата. «Разворот Реджа Паттаи по Эрдогану в сторону Москвы оказался унизительной историей. Турецкий лидер оттолкнул от себя своих западных союзников после того, как они не продемонстрировали особой солидарности с его жесткими репрессивными мерами, предпринятыми в связи с направленным против него неудавшимся государственным переворотом». После концентрации еще большей президентской власти в своих руках в конде конституционной реформы господин Эрдоган захотел установить более тесные связи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Конец цитаты. Редакция Financial Times считает, что, цитата, «Турецкий лидер полагал, что получит больше возможностей и укрепит свой престиж, если станет членом антилиберального клуба господина Путина. Однако Кремль просто его использует, как утверждают его местные критики». Конец цитаты. Взаимодействие двух лидеров представлено следующим образом. Цитата. «Господин Эрдоган позволил господину Путину вбить клин между членами НАТО. Однако именно к своим союзникам по НАТО он обратился на прошлой неделе за помощью после гибели турецких солдат. Он игнорировал рекомендации Вашингтона и приобрел российские зенитно-ракетные комплексы. Они еще не развернуты. А теперь просит Соединенные Штаты разместить вместо этого комплексы «Патриот». В настоящее время господин Эрдоган помогает Кремлю вбить клин между европейскими государствами тем, что позволяет беженцам и мигрантам пересекать турецкую границу. И в заключении Financial Times всей редакции предупреждает Анкару. Цитата. «В истории Турции немало примеров поражения от России. Вряд ли на этот раз результат будет другим. В лучшем случае Анкара может надеяться на достижение быстрого перемирия, а также на отвод своих военных для контроля меньшей по размеру буферной зоны. Но все это будет возможно в том случае, если господин Путин захочет помочь господину Эрдогану спасти лицо». Конец цитаты. Мы можем спорить об объективности данного материала, но согласитесь, для этого СМИ результаты переговоров совершенно не стали неожиданностью. Интересно мнение бывшего бригадного генерала Турции Наим Барбюраглы, который с одной стороны приветствует предотвращение столкновения между Россией и Турцией, но с другой стороны считает, что конфликт Анкары и Дамаска был лишь ненадолго отодвинут. Главным фактором нестабильности прекращения огня турецкий отставной генерал называет борьбу с террористической организацией Хаят-Тахрир-Аш-Шам и ее союзниками, которые готовы к различного рода провокациям. При этом он указывает, что достигнутая договоренность о прекращении огня явно не нравится Соединенным Штатам, и в будущем США могут исключить Хаят-Тахрир-Аш-Шам из списка террористических организаций и попытаться добиться исключения Хаят-Тахрир-Аш-Шам из списка ООН. Цитата. В дальнейшем, подобно тому, как сегодня они открыто оказываются действия рабочей партии Курдистана, партии Демократический Союз, они будут делать то же самое и здесь, разжигая конфликт. Конец цитат. Ну, а более подробно о последних событиях в Сирии и вокруг нее мы поговорим с экспертом-международником, сотрудником Украинского института будущего Ильей Кусуевым. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер. Давайте начнем с того, что происходит после договоренности в Москве. Мы получаем информацию о каких-то, в общем-то, продолжающихся перестрелках, о прямых линиях связи министров обороны Турции и России, но, тем не менее, как-то вот, с другой стороны, видим общий спад напряжения. Соглашение работает? Ну как, оно работает так же, как работали сочинские соглашения. То есть, как бы работает, но, понятно, там, некоторые обстрелы ведутся, в частности, между сирийскими правительственными войсками и той части антиправительственных группировок, террористических организаций, некоторые из них, которые не подконтрольны Турцией. Ну, то, как было. На самом деле, все вернулось вот к статусу квору. Хаят Тахри Рашам, главное. Это, скажем, даже группа группировок. Да, это коалиция, там, десятки группировок. То есть, это Тахри Рашам, это Хуррас-эддин и Исламская партия Туркестана. Три крупнейшие, которые, они не контролируются полностью Анкарой. И, соответственно, и они все официально же даже выпустили заявления, в которых отвергли соглашение в Москве и сказали, мы будем продолжать борьбу, нашу борьбу. Поэтому вот... Но Турция же взяла на себя обязательство с ними бороться. Конечно. И это самый главный и самый, наверное, любопытный вопрос. Потому что все же сейчас и ждут, собственно, а что же будет. А как же Турция, вот, например, будет их двигать от трассы М4 Латакия-Алеппо, вдоль которой, как договорились Россия и Турция, на 6 километров буферная зона, демилитаризированная, ее должны открыть для гражданских и должны патрулировать вместе турки-россияни. Извините, но мы же все понимаем, что 12 километров, ну, 6 с одной стрелочкой, это абсолютно простреливаемое пространство. То есть никаких гарантий для трассы нет? Нет. Мало того, что нет гарантий для трассы, так я, как я говорю, непонятно, как практически вообще это будет реализовано. И в связи с вот этой проблемой многие ожидают, ну, и я писал об этом, что соглашение будет либо пересмотрено, либо развалится, либо оно потом обрастет какими-то новыми договоренностями уже в астанинском формате. Потому что, как известно, Иран, Турция, Россия же хотят сами еще встретиться отдельно. Ну, сейчас просто из-за коронавируса и всех этих проблем сложно определить место, время и так далее. Потому что, ну, а сирийские, например, войска, они только и ждут, чтобы опять получить повод, сказать, все, все развалилось, мы идем в наступление. Скажите, пожалуйста, если посмотреть по карте, между зоной продвижения сирийских войск и трассой М4, вот эти буферные зоны, осталось пространство, в котором тоже есть вот эти боевики. Сейчас там ведутся военные действия, и предполагается, что оно будет зачищено до трассы М4, или все-таки сирийские войска вот останутся на нынешний день? На сегодняшний день, да, боевые действия ведутся, но такой, я бы сказал, средней интенсивности, то есть это артиллерийские обстрелы, минометные, там, снайперы работают, но в наступлении никто, то есть именно передвижений серьезных нет. Положение Ирана. Что Иран хочет? Я так смотрел, конечно, Иран действовал очень осторожно и так, из-за спины. То есть, конечно, они там... Но из-за спины России, а не Турции. Да, 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 конечно. Ну, это объяснимо, это понятно, потому что для Ирана Турция важный партнер. Турция одна из стран, через которую Иран обходит санкции американские. Это не секрет. И уже известное дело, уголовное дело штатов против турецкого Халкбанк, оно как раз об этом, о том, что якобы турецкие банки помогают иранцам обходить санкции и торговать. Поэтому, конечно, в отличие от России, Иран, наверное, больше зависит от Турции в таких политических расчетах. Поэтому, конечно, они вели себя поосторожнее. Но я заметил, что действительно в последние дни, перед тем, как стороны в Москве подписали соглашение, Иран выпустил, точнее, такой некий консультационный центр Ирана в Сирии, выпустил заявление достаточно жесткое, в котором заявили, что вообще-то, если что, мы же тоже тут присутствуем. И там была очень жесткая, с точки зрения, как военной дипломатии, фраза, что турецкие войска находятся в пределах досягаемости артиллерии, но мы не стреляем. Там вот такое было. Я думаю, это связано с сообщениями о погибших бойцов Хезбеллы и, возможно, Аксира. Ну, это неподтвержденные данные, но такие сообщения были, что они тоже там погибали в ходе сражений. Там умышленно или неумышленно турки их атаковали, это там уже не имеет значения и непонятно. Но, тем не менее, вот после этого Иран сказал свое слово. И я думаю, что это тоже сыграло свою роль в том, чтобы как-то успокоить турков. И оно показало им, что, ну, ребята, смотрите, тут есть еще Иран, и не надо забывать, что и у них посты есть наблюдательные, которые тоже находятся под угрозой обстрела, ну, и там же боевые действия идут. И последний вопрос, вот он тоже будет связан с Ираном. Вот, я так скажу, вот такое впечатление, что должна быть какая-то реакция или отношение Ирана к ситуации, что территория Сирии, которая традиционно с тех пор, как шииты признали оливитов мусульманами, то есть это уже лет 50 или 60, является зоной влияния, так сказать, Ирана. Но теперь эту зону влияния делят на свои зоны внешние игроки Россия и Турция. Иран, так сказать, это позволяет из-за своей слабости, из-за невозможности удержать всю зону влияния, или все-таки считают, что тут вот логично пока временно не вмешиваться? Здесь комбинация факторов. Во-первых, провинция Идлиб Ирану по большому счету не нужна. Это не та территория, которая им интересна. Для них интересен прибережные районы Латакия, Дамаск, Восточная Сирия, где они присутствуют побольше россиян. Во-вторых, действительно, после гибели Касама Сулеймани в начале января в Багдаде и всех вот этих событий, Иран немножко утратил инициативу на какое-то время, которую перехватили русские. Опять же, не секрет, что между Россией и Ираном существует некое соперничество в борьбе за влияние на Дамаск. И причем на уровне, на всех уровнях, военном, экономическом, то есть в Сирии есть множество различных кланово-олигархических групп, которые есть те, кто аффилированы с Ираном, есть те, кто пророссийские. То есть и между ними идет борьба. Наверное, одним из ярчайших примеров которой было, я думаю, вы помните летняя вот эта история, когда Рами Махлюфа, двоюродного брата Асада, внезапно, ну появились сообщения, что его взяли в домашний арест и начали, в общем-то, открыли уголовные дела по поводу его предприятий, там коррупция, некоррупция. Ну, в общем, вот это, в принципе, это подковерная борьба идет уже несколько лет. И, конечно, Иран поддерживает как раз идею сирийского правительства о том, что надо вернуть все территории под контроль центрального правительства. Иран скептически относится, изначально скептически относился к вот этим всем договорнякам между Турцией и Россией, к Сочинскому в частности. Но у них особо там выбора не было, и они махнули там рукой, согласились на эти соглашения, лишь бы как-то подморозить ситуацию. Но в целом их стратегия, то есть их тактика, она больше такая, что она больше склоняется как раз к позиции, официальной позиции Дамаска. И я думаю, что просто в случае с Идлибом они решили, что, во-первых, у них ресурсов там поменьше, во-вторых, решили не лезть, потому что не имеет никакого смысла тратить на это направление ресурсы. И, ну, в-третьих, я думаю, что, опять же, есть вот эти сдерживающие факторы, что Иран в некотором смысле зависит и от Турции, и от России в некотором смысле, вот особенно сейчас. Благодарю вас. Спасибо. У нас в студии был эксперт-международник, сотрудник Украинского института будущего Илья Куса. Благодарю. Спасибо.